Такие кадры приходят с Камчатки, там началось извержение вулкана. Также выпуски ВСУ разрушили два моста за двое суток на реке Семь в Курской области, а в московском метро сработала система на случай ядерного удара. Это воздух новости на Ходорковский лайф и прямо сейчас обзор главных событий к этому часу. ВСУ уничтожили второй за два дня мост через реку Семь в Курской области. Этот у поселка Званное. Видео опубликовал канал командующего военно-воздушными войсками Украины. Мост находится в Глушковском районе. Атакован, вероятно, управляемыми авиабомбами. Командующий воздушными войсками Микола Алищук написал в своем телеграм-канале, авиация воздушных сил точными ударами с воздуха продолжает лишать врага логистических способностей, что оказывает существенное влияние на ход боевых действий. Конец цитаты. Ранее воздушные силы ВСУ разрушили мост возле Глушкова. Это была самая большая и удобная переправа для подвоза обеспечения российским войскам. Его атаковали в два этапа, утверждает военный аналитик Ян Матвеев. Хаймарс оставил только дыры в мосту, а вот удар управляемой авиабомбой разрушил его так, что в условиях боевых действий в этом районе восстановить этот мост невозможно. У ВСУ может быть план отрезать большую, не менее тысячи, а то и двух-двух с половиной тысяч человек, группировку российских военных, которые до сих пор остаются у границы с Украиной. Теперь для выхода группировки остается только один мост у села Карыш, пишет в частности российский телеграм-канал «Военный осведомитель». Есть данные со спутников, что армия России начинает наводить понтонные переправы, понимая, что может попасть в окружение, но это не станет полноценной заменой мостам. Пропускная возможность понтонов сильно ограничена, как и скорость движения по ним. Скопление техники и солдат может стать легкой мишенью для артиллерии. Беспилотники атаковали нефтебазу в Ростовской области. Там произошел пожар. Местный губернатор Василий Голубев рассказал, что ПВО сработало, но обломки дронов упали на промышленные склады в городе Пролетарске. Загорелось дизельное топливо о минимум двух очагах возгорания, сообщил Генштаб украинской армии. Там официально подтвердили удар по комбинату «Кавказ». Прямо сейчас Москва и Киев могли бы вести тайные переговоры о прекращении военных ударов хотя бы по энергетической инфраструктуре двух государств. Но нет. Такую возможность разрушило успешное наступление ВСУ в Курской области. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на анонимные источники во властных и дипломатических кругах. Делегации двух стран должны были приехать для переговоров в Катар, но этого так и не произошло из-за продвижения украинской армии вглубь территории России. Это должны были быть непрямые переговоры через катарских посредников. Дипломаты надеялись, что это могло бы стать только первым шагом на пути полной остановки боевых действий. В субботу на станции метро Арбатская сработала аварийная система перекрытия входов на станцию. Выпирающая часть конструкции, которую вы сейчас видите на экранах, называется гермозатвором или, чтобы было понятнее, дверь взрывозащиты. Такие конструкции были сделаны, чтобы изолировать метро от возможной катастрофы стихийного или техногенного характера. Прошло уже около суток с момента инцидента, но до сих пор нет ни одного официального комментария, как такое стало возможно. Российская газета со ссылкой на источник написала, что механизм сработал самопроизвольно. Это не дело рук неосторожных сотрудников. Станция метро Арбатская в самом центре Москвы. Выход из нее был около часа фактически блокирован. Люди пытались обойти конструкцию. Но вы можете посмотреть вот на этих кадрах, как опасно это выглядело. По словам очевидцев, многие просто не решались зайти на станцию и разворачивались на месте. Даже учитывая, что гермозатвор сработал менее чем наполовину, он мог стать причиной травм, если в момент движения на этом месте находился бы человек. Но о пострадавших ничего не сообщалось. И еще одно ЧП. На Камчатке произошло мощное землетрясение. Его эпицентр находился в 100 километрах от Петропавловска-Камчатского. В самом городе жители ощутили серию авторшоков магнитуда 4,5. В результате землетрясения незначительно повреждены 22 здания, в том числе инфекционная больница и роддом. Пострадавших, по предварительным данным, нет. Землетрясение спровоцировало извержение вулкана Шевелуч. Облако вулканического пепла поднялось на 8 километров вверх. Дым и молнии видны за десятки километров от вулкана. В районе вулкана объявлен красный авиационный код, запрещающий полеты. Лишь на секунду отвлечемся от новостей. Я напомню, что теперь нас можно смотреть и в Телеграме. Поскольку российские власти, кажется, решили окончательно блокировать YouTube, мы создали резервный канал, где выкладываем наши передачи. Сейчас мы фактически дублируем там содержание нашего YouTube-канала, но надеемся в будущем размещать в нем и многое другое QR-код для перехода в него вы видите сейчас на экране. Путин дал своей племяннице новую должность и новый статус. Анна Цивилева стала статс-секретарем Министерства обороны России. Напомню, не так давно она стала заместителем министра обороны после назначения Белоусова. Цивилева отвечает за вопросы организации социального и жилищного обеспечения военнослужащих, а также поддержкой участников войны против Украины. Статс-секретарь – это заместитель министра в федеральном министерстве, который отвечает за связи с федеральным собранием и другими госорганами. И несколько слов о еще одном любимчике Путина. Розан Кадыров похвастался пополнением своего автопарка. В гараже у чеченского лидера появилась Тесла Сайбертрак. Как заявил Кадыров, диковинная машина – ничто иное, как подарок самого Илона Маска. Глава Чечни выразил ему благодарность и пригласил в Грозный в качестве дорогого гостя. На Сайбертрак уже установили пулемет. Кадыров протестировал электромобиль и пообещал отправить его в зону СВО. Интересно, а как там с зарядками для электромобилей? Во Франции в возрасте 88 лет умер актер Ален Делон. Причина смерти не сообщается. В 2019 году Делон перенес инсульт. После этого он говорил, что не против сделать эвтаназию. Делон снялся в таких фильмах, как «Рока» и его братья «На ярком солнце», «Леопард» и «Черный тюльпан». Его называли секс-символом 60-х-80-х годов. Что ж, это все новости, которые я собиралась рассказать вам к этому часу. Пожалуйста, не уходите от нас без лайка. Именно так вы помогаете нам распространять наши ролики и трансляции в YouTube. И подпишитесь обязательно на канал Ходорковский Лайв, если почему-то еще нет. Сейчас самое время и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok